Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Рубрика очень сильно понравилась. Так, ну давайте сейчас, наверное, Арм у нас подъедет и на счет 3, но я вам напишу го, мы все жмем делит. Готовы? Давайте. А, кстати, поздоровайтесь, сейчас кто со мной будет. Это Хой, поздоровайся. Всем здорова. Кот, поздоровайся. Который нажал до лет. Раккаунт, поздоровайся. Здорово, школьники. Вот, и еще школьники. Сказал, школьник, боже мой. Ребята, вот разрешаю в комментариях прям написать про раккаунт что-нибудь плохое. Вот, с нами будет еще випарм. Ихсвек, это который у нас редактор, фотошопер там в группе работает. И ветер. Он тоже с нами будет. Короче, давайте на счет 3 жмем делит. Раз, два, три. Все, ребята, жмем делит. Раккаунт, зачем ты стреляешь? Сейчас эти киллы один фиг не считаются. И, ребята, сейчас по ходу дела вам расскажу, опять же, правила. Потому что вы, по ходу, в прошлый раз нифигашеньки не поняли. Ну, мне, соответственно, не сложно будет это все дело, опять же, рассказать. Ребят, смотрите, у нас есть пушки, которые я, опять же, отправлю в чатик. В чатике желательно там никто не флудить. Не пишите, чтобы у нас все было вообще изи. Ах, вы писюнявки такие. Взяли уже и забабахали мне. Я понял. Короче, ребята, вот все пушки, которые я отправил в чатик. На каждой из этих пушек нужно, ребята, сделать по 3 килла. Кроме, ребята, последней. На изиде, ребята, нужно сделать всего лишь 1 килл. Видать, кто-то из моих зрителей в прошлый раз это все дело прослушал. И неплохо-таки на меня замобил. Типа, мол, из-за того, что, Вайдер, какого фига ты выиграл? Типа, нечасто ты на последней пушке на изиде сделал всего 1 килл. Эх, ребята, как это я всего 1 килл сделал? И у нас, в принципе, такие правила на изиде делать у нас последний килл лодчик. Я понял. Я, походу, здесь сейчас... Вот, ребята, вот как обычно сейчас... Я не знаю, что у меня случалось в предыдущей гонке вооружений, что я на рельсе сделал сразу изи 3 килла. Но в этот раз, походу, так сказать, моя удача опять возвращается именно ко мне. То, что на рельсе я нифигашеньки не могу сделать. Ко мне прилетают какие-то рельсы непонятные. И ничего из этого хорошего, соответственно, у нас не получается. Так, есть, ну хотя бы 1 килл уже... Ух ты, нифига себе, там уже раккаунт у нас на этого, да, переоделся? Нифига себе, раккаунт у нас, оказывается, лютый-то, тип... Какого фига я в тебя не попал? Ты что такой гладкий-то? Изи. Раккаунт. Мне кажется, или ты прям как это? Ладно, не буду ничего говорить. Хе-хе-хе. Так, окей. Один килл, ребята, у меня есть уже на рельсе. Нужно еще сделать два и потом, соответственно, уже переодеваться на громмика. Так, где мои тут киллочки? Вот он, мой один килл. Раккаунт, я сказал мой один килл. Значит, ты должен быть моим вторым киллом. Вот, и мне остался, ребята, теперь еще один киллочек. Скорее всего, это будет кот, наверное. Если он... А, нет, не будет кот, потому что он, оказывается, у нас был на две целых рельсы. Ну, почему так мне везет? Я кого-то релюю и все. И потом, получается, просто не очень сильно таки и хорошо. Кто-то АФКшет? О, изи. Кто-то АФКшет? Ах, ты, Раккаунт, дно. Ах, ты, Раккаунт, писюн. Взял и отобрал мой законный килл. Смотри. Да ты сучарка такая! О, битер, битер, битер. Боже мой. Вот это, ребята, просто было изи, да, сделано? Я, наверное, буду самоуничтожаться, потому что здесь меня навряд ли кто-то добьет, добьет и все-таки правильно... А, нет, все-таки меня кот добил и кому-то я подарил свой килл. А, Ховик, ты у нас уже на смоке, да, переодеваешься? Ну, кей, я тебя понял. Есть! Все, наконец-таки, ребята. Я уже переодеваюсь на Громики и сейчас, по идее, у меня должен просто все пойти на высшем уровне. Сейчас, по идее, у меня киллочки-то посыпятся, как семечки у бабок на базаре. Да, Раккаунтик? Обязательно. Ну, нежелательно. Ну, обязательно, нежелательно, нифига. Ну, кстати, на Громе это такое, ребята, себе, если честно, развлечение, потому что... Сам, я так думаю, изи будет... Какая-то собака у меня просто взяла и стрела килл. Какого фига это сейчас было только что? Через стенку прострел, серьезно? Ух ты, нифига себе, Ховик. Ты у нас на смоке уже сделал целый один килл? Да ты у нас просто нагибатор. Так, но тем временем на Громе я уже, ребята, за свою первую, так сказать, смерть сделал... Два килла. Ах ты, Ховик, а? Скотыняка такая. Взял и добил все-таки меня. Походу, Ховик, сегодня просто твой день. Ты у нас не будешь застаиваться на пушечке смоки, и ты сделаешь все киллы, что там есть. Так, все, я, в принципе, уже тоже переоделся, так что, ребята, я сейчас перезайду по Шурику, по Бырику. Одену, конечно, смоку свою любимую. Даже после... Это идет смока, да? Грома? Да, после Грома. Да, ребята, после Грома идет у нас смоку. Вот со смоки, на самом деле, мне довольно-таки просто делать. Ветер слезом от смоки. Напишите ему, что нужно... Во, первый килл, ребята, уже есть. О чем я и говорю? Только резнулся, сразу я не знаю, критули он мне каким-то магическим образом вылетел. Мне кажется, или кто-то сейчас у нас неожиданно прям перед котом пропал как-то, несказанно, негадно. Так, два килла, ребята, есть у меня уже на смоке. Да вы офигели, что ли? Хорош меня лупасить со всех сторон, ё-моё. Ну, пока он, да, хорошо же. А ветер, походу, у нас сейчас время-то потеряет, потому что и мы же сразу сказали, без резистики, братан. Ты сразу сказали, ты знаешь, что у нас правило ветер сказал? Да, я правило знаю, потому что я изи вообще игрок. Про игрок. Есть, ребята, все. Так, после этого у нас еще идет, после смоке, ребята, у нас идет молот, ходик, можешь меня добивать, если ты, конечно, сможешь это сделать. Но если ты этого не сможешь сделать, походу, тебе не повезет. Просто кот взял и добил. Вот это я на самом деле изи понимаю. Кстати, ребята, я еще помимо этого отключил здесь полностью все МПК, все улучшения, чтобы у нас на молоте... Ах, какой у нас тракан, так кажется, да, да. Хойк, ты ему объяснишь, Алия, по матершинному объясню. Давай, ходик. Когда ты отключаешь МПК, ты тебя визуально показывал. Да? А, ну все, по-моему. Охереть, на молоте 2 кила уже сделал, что я творю? Что творит, ребята, этот парень? Что творит, ребята, этот парень? О, Випарм, стоять, бояться, ну все, ты мой. Ты мой братан, мне кажется, ты от молотюги уже. Никуда не убежишь. Изи, ребята, просто изи. Так, после молота у нас что идет? После молота у нас идет Шафтюга. Окей, мои дорогие друзья. После молота у нас, ребята, идет Шафт. Не знаю, я заходил или после Смоки, но похоже нет. Так, Шафтюга. Шафтецкий где-то у нас будешь. Вот у нас мой замечательный, ребята, и выражительный Шафт. На самом деле сейчас главное просто выбрать какую-то невероятно офигенскую и беспалевную позицию, с которой уже всех расстреливаются с Шафтом. Потому что эта пушка, если честно, тоже, ребята, такая себе в гонке вооружений. Она вроде как бы изи, а с другой стороны она вообще вроде как бы и не изи. А что ветер ушел? Ну, наверное, переодеться. Он меня в ущелье приглашает. А, ну пригласи, мудай, перегубь. Видать, он не может просто перейти. Ссылочка у него, видать, сбилась. Подайте себе. Чего ты ховик говоришь? Ой, не полуфиги. Вот это, вот это. Вот это сейчас было просто вообще что-то невероятное. Какого фига я в тебя, ховик-то, и не попал еще? Ага. Так, давай, давай-ка движемся. Я просто завалил вип-армус такого рандомного прицельного, ну, с выстрелом на скидку. Поняли, да? Ай. Ах ты сволочь, ховик. Ах ты сволочуга. Первый раз, да, ты, мне кажется, он смог и сделал 3 кила. Ну, ты, ребята, это на самом деле что-то с чем-то. Кстати, трекан, ты пригласил у нас? Да, да, все, он перешел. Ох. Он перешел, оказывается, у нас, да? Ах ты. Нет, нет. Ховик. Ой, не ховик, а раккаунтик. Да что ты будешь делать-то с этим сраным поворотом мышки? Я, ребята, просто взял и не на ту кнопочку нажал. Я на самом деле просто самый лучший, самый топовый игрок в этой гонке вооружений. Я, если честно, хочу прям всеми силами и усилиями, конечно же, тут победить. Ну, что-то мне подсказывает, что мои кривые ручки не дадут мне сделать в этот раз. Вот так, просто. Да, ховик? Эй, ты еще скажешь. Я еще был, оказывается, на 3 выстрела, да? А ты, ховик, у нас еще на 2 выстрела шафта, ну, такого из рандомного. Вадим, за что М0 же? В смысле, за что М0 же? Ну, если М0, значит, тебе не повезло, братан. Тебе нужно делать киллы на М0 вооружении. Здесь, ребята, так говорится, все зависит по сути. Ну, не все, конечно, но многое зависит от вашего гаража. Есть. Все, изи сделал. Так, после шафта у нас идет, ребята, рикошет. Ну, мне кажется, на рикошете здесь тоже никакого труда нам сделать киллы не составит, потому что рикошет это тоже одна из моих самых любимых, по сути-то, пушек. А вот уже на страйкере, мне кажется, будет жарко. Довольно-таки жарко, мне кажется, будет на страйке. На страйкере. Кстати, я в гонке вооружения. Нихера себе, меня унизил ракаунт. Ты охерил, что ли? Так, ветер, модуль, офф. Ветер у нас, походу, не понимает, что нужно играть без модуля. Модуль нужно было одеть либо от минок, либо зеро. Так, ну я в эту... Так, изи. Первый фраг у нас уже есть. И сейчас меня, походу, смоководку это добью, да? Это как раз таки ветер у нас добил меня. Но он играет с модулем, а модуль нужно отрубать, ветер, ё-моё. Вы ему писали, что вообще, что модуль офф? А, у нас, походу, так он очень серьезно переоделся, да? Хе-хе-хе. А свек у нас тут катается на М0 вооружении. Я серьезно? Я ему сейчас просто килл подарю. Ну, делай килл на мне, чувак. Ах ты, блин. Почему он просто на меня не свелся и не сделал свой заветный килл как раз таки на шафте, там, на любом? Блин. Я почему-то думал, что сейчас на рикошете у меня все пойдет довольно-таки изи. То есть киллы пойдут у меня довольно-таки изи. Ну, что-то нифига, ребята. Походу, со своим любимым рикошетиком я уже очень давненько не играл. И, на самом деле, я уже сделал на Ховике один килл. Что очень и очень, ребята, хорошо. Так, все, ребята. Три килла изи есть. Так, на чем мне нужно перейдеться? Страйкеру. Боже мой, ребята. Сейчас у нас пойдет просто самая, по сути, сложная пушка. Ну, как мне кажется, это страйкер. Потому что, судя, опять же, по предыдущей гонке вооружений, мне было, ну, очень сложно делать киллы со страйкером. Так, вот, еще раз отправим. Так сказать, для Верочки на всякий случай. Может быть, там кто-то у нас что-то не видит. Так, и... Ребята, залп пошел с четырех ракет. Нормально. Первый, ребята, килл у нас уже есть на нашем страйкере. Хотя, и вроде... Помните, да? Что я, когда переодевался на эту пушку, говорил, что на ней просто сделать нереально киллы. Ай-яй. Ай-яй-яй. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, ребята. Сейчас бы я мог добить еще кота. И это было бы изи. На страйкере было, ребята, это просто изи. Вы что, два чувачка на М0 вооружении, да? Стоять. Бояться? Так, после страйкера, ребята, у нас идет твинс. Ну, на твинсе, мне кажется, здесь будет не так уж сложно сделать у нас киллы. Хотя, у нас сейчас чуваки на довольно-таки пушках дальнобойных. То есть, это пушки, допустим, те же самые рикошеты, те же самые шафты. Вот, и с ними будет довольно-таки не изи. Мне сделать скиллы. Так, окей. У меня, по идее, это отделяет сейчас от первого места, по сути, ребята, две пушки. Ховик, дратуйте. Изи. Первый килл. Изи, ребята, первый килл. Изи, сейчас будет второй килл. Изи, второй килл. Охереть, что я вытворяю? Что, ребята, я вытворяю просто на этих самых вооружениях? Я там вижу шафтайм на левого ховика. Иди сюда, иди сюда, ховик. Насколько тебе серьезно? Иди сюда, хованский. Иди сюда, ховик. О, есть. Просто, ребята, есть. И последняя пушка, ребята, в нашем, так сказать, топе. Это Изида, мне кажется. Или в этой, так сказать, гонке вооружений. И я, ребята, у нас, опять же, выиграю. Ну, опять же, да, не буду ничего говорить. Хотя, я даже никого еще не видел на пушке страйкера, либо вулкан. Я уже страйкер прошел. Ты уже страйкер прошел? То есть ты сейчас знаешь уже на Твинсе, да? Да. Нифига себе, раккаунт. А мне кажется, или я вижу свой килл? Нет. Нет, Вадим, не делай. Меня подожди. Ну, можешь, не стоит этого делать? Нет. Ну, ладно. Есть. Все. Все. Все, ребята. Наконец-таки я прошел всю, так сказать, цепочку этой гоночки вооружений. Смотрите сами на пушки. Страйкер, то есть, главное, я прошел Твинс. Я прошел и Изида, ребята. На Изиде нужно сделать всего лишь один килл. То есть, вы понимаете, да? И, наверное, не будет у меня больше никаких вопросов в моих следующих выпусках. Да, и, в принципе, и в этом выпуске. Мол, почему Вайдер, ты на Изиде у нас сделал всего лишь один килл? Хотя на всех остальных пушках делал по три килла. Да потому что, ребят, на Изиде нужно сделать всего лишь один килл. Короче, если вам понравился этот выпуск и вы, конечно же, хотите продолжения, то обязательно, ребята, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Вайдер, Ховик, Кот и Раккаунт. Всем пока-пока. Всем пока. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...